Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами Ирина Шухаева, и мы начинаем говорить о жизни и творчестве нашего замечательного русского поэта Фёдора Ивановича Тётчева. Не только поэта, но и блистательного дипломата, общественного деятеля, публициста, философа, мыслителя, идейного вдохновителя общества любомудров, направления философской поэзии в России, то, что потом назовут это явление Тютчевской плеядой, и в одной из программ мы с вами об этом поговорим. Тютчев, чье имя довольно-таки долго находилось в тени, мы с вами тоже попробуем разобраться, почему, и попробуем понять, почему сегодня его творчество становится все ближе и ближе, интереснее и интереснее. Не только поэтическое наследие, но и его публицистические статьи, его размышления, его феноменально интересная переписка, которую можно считать замечательным образцом русского литературного творчества XIX века. Итак, что же, как правило, вспоминается, когда мы говорим Фёдор Иванович Тютчев? Давайте такой сделаем небольшой экскурс. Напомню вам, что он родился в 1803 году в Овстуге Брянской области и умер в 1873 году в Петербурге. Итак, наиболее известные афоризмы цитата из Тютчева. «Молчи, скрывайся и таи, и чувства, и мечты свои. Чему бы жизнь нас не учила, а сердце верит в чудеса, мысль изреченная есть ложь. Любовники, безумцы и поэты из одного воображения слиты. В России канцелярии и казармы, всё движется вокруг кнута и чина. Весна — единственная революция на этом свете. Нам не дано предугадать, как слово наше отзовётся. В России нет ничего серьёзного, кроме самой России. О, как убийственно мы любим! Ну и, конечно, самое известное — умом Россию не понять. Нигде, — говорил Тютчев, — не живут такой полной и настоящей жизнью, как во сне. Когда в наших сердцах бледнеют воспоминания, смерть заставляет их вновь рассвести в своих руках. Русская история до Петра Великого сплошная панихида, а после Петра Великого одно уголовное дело. Стоим мы слепо пред судьбою, не нам сорвать с неё покров. О, как на склоне наших лет, нежней мы любим, суеверней. Конечно, знаменитый романс «Я вас любил», но и то, что точно все знают о Тютчеве, — это «Люблю грозу в начале мая». Самое известное стихотворение, которое знакомит нас с творчеством Фёдора Ивановича Тютчева ещё в рамках школьной программы. Но дальше, к сожалению, довольно-таки долгий период он не поддавался простому изучению, поскольку творчество его очень философское, очень неоднозначное. И, как сказать, не устраивало ни один из режимов и ни одно из каких-либо общественных течений. Настолько он был самобытен, настолько он был интересен, настолько он был сам по себе. Удивительно русский, удивительно острый ум, покоривший и Германию, в которой он провёл почти 22 года своей жизни, и Россию, в которой он вернулся уже зрелым человеком и буквально сразу же стал звездой светского общества. И при этом хочу обратить ваше внимание на тот интересный факт, что по-русски Тютчев писал только свои стихи. И его публицистические работы, и переписка, всё велось на французском языке. На французском языке в семье Тютчева говорили с самого детства, и далее со всеми жёнами и детьми Тютчев говорил по-французски. По-русски он только писал свои стихи. Вот, наверное, тоже один из вариантов ответа на вопрос, откуда у него такой глубинный, недровый, первозданный, сохранённый в своей удивительной мощи и загадочности русский язык. Иван Аксаков в своём замечательном биографическом очерке о Тютчеве обращает на это наше с вами внимание. «Русская речь служила Тютчеву только для стихов, никогда для прозы, редко для разговоров. Так что самый материал искусства, русский язык, сохранился для него в более целостном виде, не искажённом через частое употребление. Многое, что могло бы другим показаться смелым, ему самому казалось только простым и естественным». Надо сказать, что Тютчев получил блестящее домашнее образование в семье. Это будет темой нашей следующей беседы. Мы поговорим как раз о первом периоде жизни и в творчестве Тютчева более подробно. Поговорим о его домашнем образовании, о его блистательном досрочном окончании Московского университета сразу со степенью кандидата наук, что по тем временам было удивительно неслыханно. И многие вслед за Тютчевым пытались повторить этот его, как бы мы сейчас сказали, экстернат, но больше ни у кого не получилось. И хочу вам сразу тоже напомнить, что первое своё стихотворение Фёдор Иванович напишет в возрасте 10 лет. Оно называется «Любезный мой папенький». В 13 лет он начнёт посещать лекции в Московском университете. В 15 лет от роду он будет избран членом общества любителей русской словесности. И в 1821 году, в 18 лет от роду, он закончит Московский университет со степенью кандидата словесных наук. И все, кто были знакомы с Тютчевым и в этот период, и в дальнейшей его жизни, отмечали то, что в нём была удивительная, естественная такая тяга к знаниям. Колоссальное полученное им образование никогда не было для него трудом, это было потребностью. И его близкий сам он о себе говорил как о человеке ленивом и избалованном. И тот же Аксаков в своём биографическом очерке о Тютчеве приводит одно из его высказываний, что когда он долго лежал на диване, он сам говорил о себе, что вообще лень – это защита талантливых людей. И я, видимо, самый талантливый лентяй на свете. Буквально с детства и до самых последних дней Тютчев пронёс очень пренебрежительное отношение к своим собственным стихам. Он в молодости, да и всю жизнь много занимался переводами, но особенно в молодости. Может быть, это следствие образования сильного, такого, как бы сказать, высокий. У него очень были идеалы, но относился он к своим стихам буквально пренебрежительно. И уже взрослым дочерям, когда они за ним подбирали эти записанные листочки, хорошо, если сам записывал, могли и лакеи записать. Настолько его интересовало творчество именно в тот самый момент, когда оно совершалось. И если что-то с ним хотели обсудить или, упаси Боже, выразить восхищение, чему он сразу сердился, говорил, что единственный верный способ испортить мне настроение – это прочитать при мне мои стихи. И после окончания университета он уезжает в Мюнхен. Его граф, родственник Астерман Толстой устраивает в дипломатическую службу. И, как снова пишет Аксаков, он говорит, что Тетчев был отвергнут от России в самой ранней нежной молодости. Когда ему было 18 с небольшим лет, он был закинут в Дальний Мюнхен. Я обращаю ваше внимание, не учиться, а работать. Он был внештатным сотрудником коллегии Министерства иностранных дел. И 22 года он проведет за границей. Вернется он в Россию уже, когда ему пойдет пятый десяток. И остается только представить себе его одного, брошенного чуть ли не мальчиком, в водоворот высшего иностранного света. Он был окружен всеми соблазнами, искушаемыми собственными дарованиями. О нем сразу начали говорить, что все находились под обаянием этого диковинного русского ума. Блестящий, вращается в европейской среде, любимый, балуемый с женщинами. И все это происходит с ним, надо сказать, в таком достаточно юном возрасте. Он быстро женится. Первый брак его начинается в 1826 году. Он женится на Элеоноре Петерсон и проживет с ней в браке 12 лет. Это конец, так сказать, совместной жизни будет омрачен и изменой мужа, и сильно подорванным здоровьем Элеоноры. Она родит ему за границей в Германии трех дочерей, Анну, Дарью и Екатерину. И тяжелая ситуация материальная будет преследовать семью тетчего весь этот период. И если неисправная помощь родителей, которая постоянно поступала из России, и вообще неизвестно, как бы они сводили концы с концами. Большую часть писем тетчего составляют расчеты и объяснения с родителями о том, сколько он должен, какой он должен вести образ жизни. И Нелли, преданная верная жена, изо всех сил брала на себя все обязанности по ведению дома. Она ходила по торгам, она умудрялась из ничего устраивать приемы. Тем не менее, здоровье ее уже было подорвано, уже начиналась измена. Тетчев обладал удивительной способностью любить, как показывает, практически всю жизнь, как минимум двух женщин одновременно, по-разному, но глубоко, чисто, искренне, при этом переживая и страдая. Известная история с пожаром на пароходе в 1837 году, когда в ночь с 18 на 19 мая загорелся пароход Николай I. Там был Иван Тургенев, он описывал потом эти события. Героически спасая трех малюток из пламени, потеряв при этом все свои вещи, деньги, в том числе выбитую друзьями императорскую помощь, она спасает детей и буквально через некоторое время в Турине умирает. Смерть жены очень огорчила тетчеву, но уже через год он женится на Эрнестине, той, которая будет с ним до конца жизни. В этом браке рождаются также трое детей. И так же, как в первом случае, Эрнестина наступает на те же грабли, конец их совместной жизни сильно, так сказать, омрачен более чем 12-летним романом с Еленой Денисевой, которая также родила тетчеву троих детей. То есть у него были такие три сильно значимые женщины, от каждой было трое детей. Четверо из детей умерло при жизни отца. Так что, конечно, когда он писал о бренности жизни, о тяжести потерь, он точно знал, что за всем этим стоит. Он пережил очень много о женах и об их роли в его жизни мы еще с вами поговорим. Но такой вот краткий экскурс в семейную жизнь мы на этом завершим. Так что, как иногда биографы пишут, жизнь его была не очень богата внешними событиями. Я бы как-то не совсем с этим согласилась. И тем не менее, какой бы, так сказать, период личной жизни его не сопровождал, и как бы ни развивалась его карьера, тетчев очень любил высший свет, очень любил. Блеское обаяние света возбуждали его нервы, и словно ключом било наружу его вдохновенное, грациозное остроумие. Но самое проявление этой способности не было у него делом тщеславного расчета. Он сам тут же забывал сказанное, никогда не повторялся и охотно предоставлял другим авторские права на свои нередко гениальные изречения. Действительно, афоризмов Тютчева до нас дошло очень много. И еще отмечают и Аксаков, и все, кто близко общался с Тютчевым, что он как бы напрочь был лишен какого-либо тщеславия. «Соблюдая по возможности все внешние светские приличия, он не рабствовал перед ними душой, не покорялся условной светской морали, он хранил полную свободу мысли и чувства, никогда не становился ни в какую позу, не рисовался, всегда был сам собой, прост, независим и произволен». Вот таким интересным был Тютчев, любя свет, любя общаться, любя остроту слова, при этом совершенно был равнодушен к каким-то внешним выгодам. Чрезвычайно не ладилась его зарубежная дипломатическая карьера. Места ускользали, несмотря на всевозможные прошения и поддержку. Вторая жена его, Эрнестина, едва вступив в брак, заплатила 20 тысяч рублей весь долг мужа. Это по тем временам, поверьте, была колоссальная сумма. Потрясенной смертью первой жены и едва женившись во второй раз, там разные есть версии развития событий, но суть в том, что он теряет звание камер-юнкера, он теряет место в коллегии Министерства иностранных дел, несколько раз приезжает в Россию, в Петербург с семьей в отпуск и в основном уже с целью как-то восстановить свое положение, и материальное, и служебное. По Петербургу скучает, скучает по России, пишет о север-север, чародей, или я тобою околдован, или в самом деле я прикован к гранитной полосе твоей. Опять стою я над Невой, и снова, как в былые годы, смотрю и я, как бы живой на эти дремлющие воды. В 1844 году он окончательно возвращается в Россию, начинается восстановление его карьеры, он получает восстановление звания камер-юнкера, он начинает служить при Ниссельроде, постепенно он начинает карьеру в Комитете иностранной цензуры, тоже коллегии Министерства иностранных дел, и в конце концов он успешно дослуживается до титула сначала статского советника, потом тайного советника, потом возглавляет Комитет цензуры, всячески препятствует переводу на русский язык произведений Карла Маркса, говоря при этом, кому нужна эта дрянь, пусть читают на немецком языке. И вообще к сохранению существующего строя в России, несмотря на все его недостатки, относился достаточно ревностно, ко всяким революционным проявлениям, чрезвычайно недоверчиво. Слишком много он видел и в Европе, и слишком много знал не случайно, и Кожинов, и многие другие современные исследователи называют его не столько великим поэтом, сколько гениальнейшим историком, практически пророком в Отечестве своем. И об этом мы тоже с вами отдельно поговорим, потому что незадолго до отъезда из Германии Тютчев публикует свою работу, самую известную публицистическую статью «Россия и Германия», где действительно мысли, которые он высказывает, и интересны, и актуальны сегодня. Это будет темой нашей с вами отдельной беседы. Еще такой вопрос. И разбирая Тютчева, разные исследователи дают ему разную характеристику. Вот мне понравилось тоже, как говорил снова Аксаков о Тютчеве, что он и не деятель в общепринятом смысле этого слова, он просто явление. Явление общественное и личное, в высшей степени замечательное и любопытное для изучения. Вот это замечательное и любопытное явление мы с вами попробуем немного изучить. Еще один вопрос, который, безусловно, волнует всех литературоведов, это отношения Пушкина и Тютчева. Да, они были современники. Очень много исследований на тему, действительно ли Пушкин принял Тютчева с восторгом и изумлением, как говорит Плетнев, или нет, или кто из них к кому относился. Мне кажется, что они оба были настолько самодостаточными, мощными гениями, каждый посвящал, занят был своей и личной, и творческой жизнью, что остановимся на фактах, что действительно в 1836 году в «Новом современнике» у Пушкина выйдут стихи Некрасова, 24 стихотворения подписаны, стихи присланы из Германии с подписью «ФТ». Именно так почти всю жизнь Тютчев пренебрежительно подписывал свои стихи. И на гибель поэта Тютчев отреагирует удивительно проникновенными строчками. «Тебя, как первую любовь, России и сердце не забудет». Но известными они стали только после смерти самого Тютчева. Об отношении, об соотношении их поэзии, поэтического гения и, как сказать, влияние на нас с вами, на современные умы очень интересно высказался Дмитрий Мережковский. «Для чувства и воли нет времени, они в вечности. Только мысль, сознание во времени. Чем сознательнее, тем современнее. Тютчев – поэт сознания. Вот почему он современнейший из современников. «Поэзия, прости господи, должна быть глуповато», – говаривал Пушкин. «Глуповато, непосредственно, нечаянно, бессознательно». Тютчев доказал, что поэзия может и не быть глуповатую. Ей ума, бояться нечего. Пушкин умен, но его поэзия не столько умная, сколько мудрая, вещая. Его сознание уже не наше. Вот почему он вечен, но не современен. Именно здесь, в нашем сознании, Тютчев – современнее Пушкина. Вот такая интересная мысль. Ну, Мережковский известный автор таких провокационных высказываний. Но вот это вот соотношение о вечности и современности, о простоте и мудрости, о том, насколько Тютчев – современнейший из современных, мне действительно очень понравилось. И еще надо сказать, что таким же важным был моментом, кроме как вот такое пересечение у Пушкина и Тютчева, была выпущена в 1850 году статья Некрасова «Русские второстепенные поэты», которую он, кстати, написал, отвечая высшему свету на бесконечные разговоры о том, что русская поэзия умирает. Это в 1850 году она уже благополучно умирала. Вообще такое впечатление, что и проза, и поэзия для нас с вами, для современников, все время кажутся не такими, как были раньше. Просто, наверное, на самом деле действительно должно пройти время, чтобы поставить все на свои места. Итак, чуть-чуть поэзии «Путь Тютчева» и еще одно сравнение к вопросу о том, как соотносили исследователи Тютчева и Пушкина. На фоне Пушкина Тютчев был архаистом не только по своим литературным традициям, но и по языку. Причем нужно принимать во внимание густоту и силу его лексической окраски на небольшом пространстве, его форм. То есть вот архаичность определенную, но и более того, дальше мы будем смотреть действительно и разность в политических взглядах, и действительно какое-то другое внутреннее глубинное направление, которое их различало, но действительно присутствует. Но, наверное, на самом деле нет смысла заниматься сравнением, когда можно наслаждаться поэзией того и другого гения, чьи, так сказать, масштабы давно признаны не только в России, но и во всем мире. И в заключение немножечко самой поэзии Тютчева. Как океан объемлет шар земной, земная жизнь кругом объята с нами, настанет ночь, и звучными волнами стихия бьет о берег свой. То глаз ее он нудит нас и просит, уж в пристани волшебный ожил челн. Прилив растет и быстро нас уносит в неизмеримность темных волн. Небесный свод, горящий славы звездной, таинственно глядит из глубины. И мы плывем, пылающую бездной, со всех сторон окружены. Отдельно мы поговорим еще и вот только что прозвучавшие стихотворения и целый ряд других, и современные исследователи, и даже когда писал Тютчев об этом, знали и обращали на это внимание, то, что большое влияние оказала на него работа Паскаля под названием «Мысли». И мы посвятим этому с вами специально отдельную программу, потому что действительно в блистательной, глубинной, такой проникновенной, исповедальной лирике Тютчева просто как в зеркале отразились не менее глубокие и созвучные именно сегодняшнему человеку мысли Паскаля. То, что обратили внимание и в творчестве великого французского мыслителя, и в творчестве нашего русского поэта-мыслителя Тютчева о том непостижимости природы, непостижимости Бога, о слабости человека, да, такое вот абсолютно, как бы сейчас сказали, антиглянцевое направление. Никто из нас не окей. Мы все сомневаемся, нас всех что-то тревожит, мы что-то теряем. Такая бренность, бытия, такие вот робкие, мыслящие тростники. Все это очень интересно перекликается. Я постараюсь вам это показать на конкретных примерах, потому что действительно вот глубина, проникновенность, такая пронзительность, исповедальность у лирики Тютчева, она действительно именно, наверное, поэтому и так современна. И опять же вернусь к биографическому очерку, как характеризовал Иван Аксаков Тютчева. Ничто не могло омрачить в нем сознание правды. Немерцающий света чума и совести постоянно разоблачал перед ним всю тьму противоречия между признаваемым, сочувственным его душе, нравственным идеалом и жизнью, между возвышенными запросами и ответом. Вот именно это такая вот честность, правдивость, искренность и глубина, никакой фальши, никакого следования каким-либо там течением и веянием моды, только то, что волновало. Причем переданное действительно вот как через разноцветную призму вдруг вот преломилось, и таким вот фонтаном брызг свежести, вот удивительно другого дыхания. Дошли до нас потрясающие тюческие стихотворения, о которых мы с вами дальше и будем говорить. На этом наше сегодня с вами общее знакомство с основными вехами биографии и творчества великого поэта закончены. Всего вам доброго, до свидания.